А-а-а! То, что масштаб катастрофы стихия приобрела, можно сказать, неожиданно, вполне объяснимо. По словам синоптиков, подобные катаклизмы в весенне-летний период типичны для Приморского края. Спрогнозировать их зачастую можно лишь за несколько часов. Процесс называется конвективный, то есть когда образуются куча водождевых бока, непосредственно недалеко от места последующего выпадения, и только когда они уже непосредственно образовались, их можно увидеть на метеорологическом локаторе и буквально за 2-3 часа спрогнозировать, что вот они образовались, сейчас идут в нашу сторону и, соответственно, принесут с собой, допустим, сильный дождь, грозу и шквалистое усиление ветра. А вот предстоящий июнь во Владивостоке будет, как всегда, предсказуем. Солнце порадует горожан еще пару дней, но с наступлением календарного лета сменится традиционными туманами и понижением температуры воздуха. Уже в четверг и в пятницу, 1 и 2 июня в городе начнутся дожди и усилиться ветер. Июнь в Владивостоке – это, естественно, месяц туманов, к сожалению. Не исключены они, ну, практически на 100% вероятность, что будут они довольно часто в этом июне. И, естественно, когда туман тогда в городе достаточно прохладный и сырый, ну, так, если на вскидку говорить, ну, температура в районе, наверное, от 10 до 15 градусов. В солнечные июньские дни воздух прогреется до 20 градусов, а ночью будет опускаться до 7-12. Такие перепады температур летом для нашего города вполне нормальны. Осадки в первый месяц лета ожидаются в пределах нормы. Анна Бережная, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.